Все начинается с такой вот бумажки. На ней загадано место, в котором спрятан код. Код необходимо передать по телефону организаторам. Если он правильный, то в ответ приходит следующее задание. Эпполет на памятнике полководцу Ивану Гудовичу. Похожие исторические элементы есть во многих заданиях. Всего их 12. На решение отводится час. Можно получить две подсказки в обмен на баллы. Достаточно знать хотя бы все, что находится на территории сквера Гудовича. Этого достаточно. Какие-то места, памятники, какие-то, то есть избушка там на курьих ножках, например, или памятник Ленину, памятник Гудовичу, краеведческий музей наш. То есть, если вы знаете эти объекты, то задания наведут вас на мысль о них. Игру организовали специалисты муниципального молодежного центра «21 век». В ней приняли участие 125 юношей и девушек, которые этим летом активно участвовали в конкурсах, занимались волонтерской деятельностью или были вожатыми на детских площадках, как Анастасия Бородина. Вообще довольна этим летом, потому что не думала, что дети могут в дворовой площадке играть в настольные игры. С ними интересно проводить конкурсы, беседы. Они все отвечают с таким интересом, что я была удивлена приятным. Игра – часть ежегодного подведения итогов. До сентября в городе-курорте действуют 53 дворовых площадки, где вожатые организуют досуг детей. Передвижной парк игр и аттракционов нон-стоп за лето разворачивали более 20 раз. Если раньше ограничивались награждением самых активных участников, то в этот раз решили добавить динамики, чтобы мероприятие стало запоминающимся. Мы думали, что это Ленин оказался живой человек, который был с кодом на животе. Было очень весело. Команды-победители получили в качестве призов настольные игры. В этот раз все 12 заданий не разгадал никто. У лучших победы на 11 этапах. Есть первый рекорд, а значит и вызов для тех, кто примет участие в игре в следующем году.